Центральная городская библиотека имени Ленина может стать частью проекта Национальной электронной библиотеки. Редкие книги, которые издавались еще в 18 веке, будут оцифрованы. В фондах библиотеки имеются даже рукописные книги, насчитывающие вековую историю. Таким образом, более 14 тысяч книг обретут новый формат. Этот проект стал одной из тем на рабочей встрече нового директора Департамента культуры Натальи Сухановой с директором Центральной библиотеки имени Ленина Тамарой Якуниной. Есть момент интеграции в серьезный проект, как Национальная электронная библиотека, которая нам позволит быть в сети, скажем, достаточно глобальной, иметь доступ к библиотекам и редкому фонду вообще всей России и, возможно, и мира. Когда мы войдем уже полноправным партнером, у нас будет особая точка доступа, и мы сможем уже здесь предоставлять право пользоваться книгами, которые имеют даже авторские права защищенные. То есть это очень большой национальный проект. Обсуждалось на встрече, как возродить у молодого поколения интерес к библиотекам. Уже рассматривается предложение о создании в библиотеках семейных комнат. В пространствах библиотек могут появиться даже и образовательные квесты. В данном случае мне сын сказал, что сейчас есть очень модное направление среди молодежи. Это квесты. Они абсолютно разного направления. Также еще есть каворкинги. Это в том числе совместная работа, организация общественного пространства. Уже квесты хотим действительно интегрировать и на площадке библиотек, для того, чтобы иметь отношения со школами, с учениками, студентами. Но также и эти же мероприятия связаны, в том числе с именем Максима Горького, интегрируя в мероприятия юбилейные. Подготовка к 150-летию Максима Горького даст еще один толчок развитию библиотек. Поскольку в родном городе писателя книжная культура была и остается важным элементом не только городской культуры, но и общественной жизни. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижний.